Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! На портале Экзегет мы комментируем непонятные, сложные, неочевидные места из книги под названием «Книга псаломов». Мы разбираем разные фрагменты стихов, которые мы знаем из богослужения. Они нам знакомы, находятся на нашем слуху, что называется. Но при этом, при буквальном детальном изучении, мы обнаруживаем что-то неочевидное, удивительное, а бывает и шокирующее. И тема нашего сегодняшнего разговора – это есть фрагмент стиха 31-го Псалма 67-го. Итак, что мы тут читаем? Переводь на дальний. «Укроти, зверя в тростнике, стадо валов среди тельцов народов, хвалящихся скидками серебра, рассыпь народы, желающие браний». Или вот перевод РБО. «Укроти, зверя, что в тростнике, укроти народы, что могучие, как быки, пусть падут в ноги, принесут серебро, разгони племена, желающие войны». Ну или, наконец, вот перевод церковно-славянский. «Запрети зверем тростным». И вот эти самые «звери тростные» или «зверь тростный» и есть предмет нашего сегодняшнего с вами такого неторопливого детального разговора. Итак, начинаем обсуждение этого словосочетания. «Кто такой зверь тростный» и что тут надо нам понимать? Ну, еврейское слово «хаят кане» как раз и обозначает «животное тростника» или «животное, что в тростнике». Тростник – растение, знакомое в Египте, росло на берегах рек и имело очень большой размер, высокие такие растения. И вот кто-то обитал в этих растениях и призывает автор этого псалма, чтобы Бог укротил, устрашил, замирил или победил этого самого зверя. Ну, начинаем с каких-то вариантов толкования любопытных, но курьезных и, видимо, неправильных. Ну, вот, например, в Библии короля Якова это выражение переводится как «копейщики», то есть «победи копейщиков». Смысл, логика, точнее, переводчика понятна. Есть враги, это враждебные народы, у них есть, видите, написано, что они желают войны, жаждут браний, вот, хотящие бранием, славянский перевод. И у них есть копейщики, у них есть вооруженные силы, и это силы, которые могучи. И автор псалма призывает Бога, чтобы он их победил. Логика понятная, и тогда получается, что тут имеется в виду собрание, отряд, полк копейщиков. Почему копейщики? Ну, потому что у них в руках то, что, может быть, как бы метафорически можно сравнить с тростником, с тростью, с таким нечто, чем-то большим и тонким. И тогда вот переводчик Библии короля Якова понимает так, это словосочетание, руководствуясь современными ему средневековыми реалиями. Ну, мы поняли, да, что это такое толкование немножко вольное или даже фривольное. И идем дальше, обращаем свой взор к буквальному тексту и аутентичному контексту этих слов. Ну, я уже сказал про то, что тростники были представлены, росли на территории Египта. Египет был землями Цраем, был давний враг, угроза и поработитель Израиля. И тогда тут имеются в виду, кто? А вот животные, которые жили на берегах реки Нил, в этих самых тростниках, и которые угрожали местным жителям и египтянам, и работавшим там евреям, плененному народу Израиля. Так вот, получается, что этот псалом является мольбой «Сохрани людей, людей Божьих, членов народа Божьего Израиля, находящихся там, от местных, кровожадных, жестоких, непобедимых и страшных животных». Ну, к этим животным и до сегодняшнего дня мы относим ровно тех, кто угрожал много тысячелетий назад древним евреям и древним египтянам. Это крокодилы и это бегемоты. Животные, ну, крокодилы, понятно, хищник, его цель – кого-то из млекопитающих поймать, утащить под воду и там, понимаете, его и пожрать. Бегемот вроде бы животное, не являющееся хищником, травоядное, но все знают, и мы об этом слышим в передачах, допустим, разных телеканалов, о том, что бегемот, подумавший, посчитавший, что ему либо его стаду что-то угрожает, превращается в дикое, яростное, непобедимое животное. Переворачивает лодки, топит рыболовов и губит много людей. Так вот, укроти, Боже, тамошних хищников, бегемота и крокодила. Идем дальше. А может ли быть, что это метафора, что в образе зверей тросных, бегемота и крокодила, живущих на берегах или в водах реки Нил, имеется в виду что-то еще? Ну, конечно же, может. А, скорее всего, это имеется в виду. Сам Египет, страна, занимавшаяся очень активной внешнеполитической завоевательной деятельностью, тут точно имеется в виду. Боже, укроти, Египет! Вот так можно понять, перевести это словосочетание. Зверь тросный, зверь, живущий в тресняке, это есть сам Египет. Это фараон и его огромное войско, и его администрация, этого фараона. Ну, хорошо, проблем у нас сейчас Египтом вот такого рода нет. И мы не чувствуем, что нам угрожает зверь тросный, живущий на берегах реки Нил. Тогда получается ли, что смысл текста потерял свою актуальность? И уже это такое немножко неактуальное, не касающееся нас, не волнующее нас чтение. Ну, конечно же, нет. Потому что мы знаем, что у каждого стиха из Священного Писания есть еще один духовный, богословский смысл, который является вечным и неприходящим. Какой же тогда смысл тут можно обнаружить, обрести, увидеть? Смысл богословский состоит в том, этого стиха, что бог Ветхого Завета часто фигурирует в образе победителя, воина, полководца. Этот полководец еще до появления Израиля бросил вызов силам хаоса, победил хаос в виде вот такого какого-то первобытного, неупорядоченного мироздания. И вот он является победителем этого хаоса. Этот хаос, хаос первобытный, инертный, противостоящий творческой Божьей энергии, очень часто имеет Библиевоплощение. Либо бегемот, животное древнее, могучее, о котором мы сегодня говорили уже, либо Левиафан. Левиафан тоже частый гость на страницах Ветхого Завета. И об этом есть лекция отдельная на портале «Экзегет». Можно поискать, найти и про Левиафана послушать. Так вот, Левиафан, зверь древний, могучий, является древним и вечным, возможно, соперником Бога. И этого Бога Бог поражает. И, возможно, этот самый зверь описывается в этом псалме этим словосочетанием «запрети зверем тросным» или «укроти зверя, что в трестнике». В качестве заключения нашего сегодняшнего разговора прочитаю как раз стих, посвященный Левиафану и его борьбе, борьбе безуспешной, беспроспективной с Богом Израиля из книги пророка Исаия, глава 27, стих 1. Итак, пишет пророк Исаия. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего и Левиафана, змея изгибающегося и убьет чудовище морское». И вот, возможно, чудовище морское, оно же является и зверем, живущим в тростниках, и этот зверь символизирует все противостоящее Богу. Инертность, неповоротливость, костность, лень, желание не подчиняться воле Божией. Дорогие друзья, фрагмент стиха 31-го псалма 67-го мы разобрали. Нашим помощником был портал «Экзегет» и я, ваш помощник в изучении Писания, священник Алексей Волчков из Санкт-Петербурга. Всего хорошего, не болейте. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.